Читаем плавно. Сокровища кладовая, кладовая. У третьего А урок литературного чтения. И хотя Наталья Микаева трудится педагогом начальных классов больше 20 лет, признается, волнение есть. Она всю жизнь мечтала стать учителем. С отличием, закончила Спасский колледж, работала в райцентре, потом переехала в Рязань. Сначала преподавала в первой школе-интернате, последние 8 лет трудится в 43-й школе. К конкурсному занятию пришлось готовиться, потому что программа в 55-й школе, где нужно вести урок, другая. Изучают кладовую солнца Пришвина. Для детей в ходе этого урока я использовала абсолютно новый для них прием смыслового маркирования текста. Дело в том, что он очень хорошо работает на повышении читательской грамотности ребенка. А это одна из основных задач, которая сейчас стоит перед школой, да и вообще перед страной. Для Натальи это первый конкурс, но в целом, по словам начальника городского управления образования, Алексея Зимина, возрастных ограничений нет. Участвуют как молодые педагоги, так и опытные. Из 30 человек в финал выйдет один. Главное в любой профессии, которая связана с детьми, это желание с ними работать и, конечно же, любовь к детям. Но любой конкурс – это попытка выявить профессионалов высокого уровня, которые не просто преподают детям те или иные дисциплины или воспитывают деток в детском саду, а действительно делают это с душой и с применением тех современных технологий. С каждым педагогом комиссия анализирует, как прошел урок. В это время третий А делится впечатлениями. Мне все равно было очень интересно, потому что этот учитель очень хорошо объяснял, очень красиво говорил, и мне этот урок очень понравился. Я не знала то, что Михаил Пришвин ходил на охоту, а охота его заключалась именно в находках, а не как обычные охотники. У меня хорошее впечатление от этого рассказа, что надо любить живое. Если мы будем охранять природу, то мы будем охранять свою родину. Лучшего учителя года определит жюри, а Наталья уже получила свою пятерку за урок от самых строгих и непредвзятых судей детей. По ее словам, именно они каждый день вдохновляют и дают стимул в профессиональном плане расти дальше. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».